здравствуйте дорогие мои подписчики гости канала хочу немножко необычно начать сегодня свой ролик куполинка куполинка темная ночка темная ночка одежь твоя дочка моя дочка у садочку ружи ружи полить ружи 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 полить свои ручки вот такая белорусская песня куполинка там говорится где твоя дочка дочка у садочку розы полит свои ручки колит да уже и 8 октября но работы конечно с розами только прибавляется нужно уже вот всю эту листву нижнюю обрезать и посмотрите что я сегодня заметила на розе golden celebration ну и вообще на многих розах вредители не дремлют вроде как погода испортится посмотрите сколько личинок белокрылка это или что ну как бы я еще не установила вот посмотрите что творится даже если я вообще эти листья уберу но личинки все равно останутся или где-то они в земле поэтому по низу срочно обработку по низу листья нужно убирать и вот верхние листочки конечно обрабатывать от вредителей стараться конечно снизу видите это обрабатывать вредители и болезни не дремлют хоть и уже как бы почти пол осени прошло но вчерашний ролик я выпустила и у меня поступило очень много вопросов где я покупаю свои розы ну вы слышали что я спела белорусскую песню значит я живу в белоруссии у нас не настолько много как бы мест где можно купить вот розы оригинальные скажу сразу что в моем вот саду оригинальных роз как бы нету я позвонила в питомник частный питомник Майи Костиной много роз вот у меня от Майи Костиной ну как бы с разрешения ее мужа я могу вам сказать что я покупала розы много роз у Майи Костиной сейчас вам покажу я вот эти розы это роза второгодка Golden Celebration выросла она уже ну вот куст выросла она где-то около двух метров второгодка и знаете когда я приобретала эти розы я спрашивала ну как бы о некоторых розах как их вот обрезать сразу и вот они мне посоветовали Golden Celebration что она туго нарастает если сделать ей низкую обрезку что ей конечно лучше оставить плети и так она цветет обильнее это по их наблюдениям ну вот я за два года точно так же как бы сделала такую я старалась сохранить ее плети вот на второй год она около двух метров первое цветение было такое обильное а потом она ну продолжала практически без перерыва вот роза куплена у Майи Костиной вот еще розочка Blue For You это Floribunda тоже у Майи Костиной вот такой саженец тоже ей второй год еще и пересадка была осенняя вот такой саженец много раз я показывала вам вот эту розочку Sir John Benjamin это тоже саженец Майи Костиной саженец изначально очень крепкий много раз я его показывала у него вот снизу четыре как бы такие ветки и все они разветвелились видите вот они тут это один саженец я по два саженца только одна роза у меня растет роза Карамелла вот какой огромный это второгодка саженец он был очень мощный вот очень этот крепкий саженец ну и симпатичная такая роза эта роза я вам пока показываю розы Дэвида Остина тоже саженец от Майи Костиной вот эта розочка Харлоукар вот такая мелко цветковая вот Костине появился более такой у нее ну более ярко розовый оттенок я ее немножко не поняла как формировать ее куст я постаралась тоже оставить ее очень плеть и тут был просто комок нервов так сказать поэтому в середине лета мне пришлось ее резко все это подрезать ну да надо осенью конечно вот у этой розочки надо весною обрезать все тонкое все мешающее все как-то искривляющее потому что у нее очень обильное такое ветвление тоже и о каждой розе у меня есть отдельное видео кому интересно есть первое цветение некоторые есть только вот ну как бы по одному видео вот эта роза ловила кота шрап это тоже саженец Майи Костиной куплен ровно два года назад вот осенняя посадка девятнадцатого года тоже видите какой мощный саженец можно было еще тонкие все вот эти убирать но как-то я еще вы тоже видите два как бы ствола было они обросли но очень толстые вот толще моего пальца вот эти все стволы заявленные размеры свои взяла она видите на второй год метр пятьдесят ловила кота вот эта розочка медсаммер тоже куплено у меня у Майи Костиной очень большой у нее цветок очень большой цветок тоже есть видео о ее первом цветении там просто просто взрыв цвета тоже видите какой мощный пишут что он метр двадцать но у меня он он вымахал вот метр пятьдесят вот наверное обрезка я буду регулировать я его уже давно прищепнула чтобы эти побеги вызрели но я думаю что он процветет в прошлом году он вообще у меня выгнал где-то побеги в первый год метр я думаю 80 или где-то некоторые плети были по два с половиной метра вот так вот они веером испадали ни одна подвязка как-то их не сдерживала они прям таки были широзным метра три веером вот эта роза у меня у Майи Костиной приобретена роза Мэри Энн тоже саженец Майи Костиной но кто будет вот покупать ей этой розе нужно оставлять очень много места у нее где-то мне кажется уже метр пятьдесят в ширину вот это все вот роза вот и туда это метр пятьдесят занимает саженец этой розы тоже есть первое ее цветение он очень широкий разрастается и все ветки которые от нее отходят видите они все в стороны все широко смотрят в стороны очень низко ее обрезать мне тоже не хочется как-то вот она выдает ну очень обильное цветение просто первое цветение это было что-то с чем-то вот роза Мэри Энн у Майи Костиной тоже роза вот это Garden of Roses тоже саженец Майи Костиной но в этом году у нас в июне какие-то были такие сильные ветра что вот толстый вот этот ствол который она выдала она у меня прямо почти параллельно с землей как бы как так сказать вот вывернулась я ее подвязку подвязала потом поэтому в этом году она мне ни одного базального побега не выдала это вот толстый побег это побег прошлого года Garden of Roses Floribunda Cordes тоже есть видео несколько о ней вот эта розочка Байлан До тоже саженец Майи Костиной тоже много раз ее показывала видите какая розочка ну вдруг кто не видел вот еще раз полюбуйтесь этой розой кстати мне вот посоветовал муж ее эту розочку сказал что неубиваемая обильно цветущая она относится к пятой зоне что ее можно не укрывать ну я укрываю такое дело воздушное укрытие тоннелем тут как бы небольшой саженец вот тоже второгодка розы английская роза Манстет Вуд вот она у меня разрастаться не хочет не в прошлом году она не дала пазальных побегов не в этом но я ее осенью пересадила в том году она была пересажена у меня может быть поэтому еще корневая система там вот какая-то была слабая корневая система я ее немножко выше подняла она как-то у меня ушла вглубь вот это от Майи Костиной саженец вот Чиппиндейл видите такой округлый кустик вот он тоже саженец Майи Костиной вот выдала две на удочки я их прищепнула буду обрезать формировать но очень такой облиственный кустик вот это вот все Майи Костиной тоже второй год розочки тоже можете посмотреть первое цветение обильное так сейчас пройду покажу еще у меня несколько роз от Майи Костиной вот розочка мулинью и тоже эту розу я поняла что лучше не обрезать а оставлять она была цвела весь сезон вот сейчас осенью какой большой насыщенный цветок эту розу лучше не обрезать плети а оставлять и пригибать вот она тоже у меня пересадка осенняя это вот за этот год она так набрала ну где-то ну я думала что около метра она у меня ну так она заявлена 90 сантиметров но конечно хотелось бы видеть ее немножко такой побольше и вот с такими представьте красивыми цветами также у Майи Костина я приобретала вот этот саженец посмотрите какая осенью это красивучая роза это розочка порт санлайт первое цветение тоже осенняя была у меня ее пересадка первое цветение она не успевала зацвести и тут же осыпались как то вот ее цветочки а сейчас эта роза видите показывает в прохладную погоду всю свою красоту какая же она прелестная вот ее цветок пониже полуроспуск и вот так она уже при полном раскрытии посмотрите вот и вот это побег выдал одна один побег в этом году выдала базальный вот он тоже я заметила как бы мои наблюдения что у этой розы лучше оставить побеги она лучше тогда цветет как то она очень туговато нарастает я после первого цветения обрезку сделала пониже потому что мне показалось что они видите такие вот очень вот так очень клонились я ее обрезала и видите сильно вокруг она не наросла а только вот этот выдала длинный базальный побег ну около метра ну метра где-то 10 он вот такой очень симпатичная по осени роза ну вот вообще очень красивая так еще у меня розочки сейчас еще покажу розочки я покупала в интернет-магазине про цветок вот посмотрите роза тоже люблю розы мускусные вот кустик розы букет парфе вот кто знает эту розочку тоже она у меня цвела очень обильно но вот осенью только плети выдает и одна веточка цветущая где-то ну метр тридцать метр сорок ее вот эти плети хотя это роза пересадка осенняя в процветке купленная саженец сейчас вам покажу ну тоже мощный такой саженец был мощный вот мускусные розы в процветке как-то очень мне понравились сейчас еще вам покажу в процветке что покупала тоже мускусная розочка букаву она у меня к августу уже была где-то метр пятьдесят но я тут сооружала новую клумбу у нас погода тогда испортилась я решила ее пересадить ну и розочка моя стала чахнуть мне пришлось все эти побеги ее обрезать и вот обратно это где-то с августа вот ну месяц с чем-то она вот так вот наросла прижилась на новом месте и наросла розочка букову очень тоже был сильный мощный саженец сейчас вам еще пройду покажу и что хочу сказать вот ни ума и кости пересорта у меня не встречалась ни в процветке вот я пересорта не встречала вот розочка первого года посадки сюрир дюхавр бернарда поноза растет в горшке поэтому не так сильно наросла ну я ее сильно уж не стимулировала первого года пускай корневая наращивается вот эта розочка и вот роза посмотрите динки пока в горшке тоже пока ждет тут мои какие-то ой что я в голове решу куда ее посадить вот розочки динки тоже куплено в процветке аккуратно довольно таки кустик вот эти розы еще у нас можно покупать в интернет-магазине долина растений но вот там попадались мне розы конечно пересортом вот это роза мэри роуз я покупала в долине в долине растений вот розочка грехом томас ну вот понимаете она попалась очень таким хорошим саженцем крепенькая постоянно выдает базальные побеги тут на таком она продуваемом месте растет несколько сломалась но она постоянно постоянно выдает и причем цветет вот я слышу у кого-то я блогера смотрела что грехом томас но никак не хочет развиваться а у меня это просто любимица роза цветет бесконечно выпускает веточки вот посмотрите ветка была прошлогодняя я ее как бы чуть-чуть наклонила и она везде повыпускала такие вот как ежики по сторонам и цветет цветет бесконечно ну и что я скажу хочу сказать вот у Майи Костиной только один попался у меня плохой саженец корневая была слабая саженец Манстет Вуд может быть я ее укореню но жалко обрезать веточки хочется все сохранить хочу вот она Манстет Вуд вот Манстет Вуд а вот Мит Саммер видите разница и тоже розы одного ну это пересадка ну как бы у одного из одного питомника тоже вот ловила кота тоже видите какие огромные саженцы хорошие вот хорошие но видимо еще уход им нужен определенный и ну и конечно место чтобы понравилось и место чтобы понравилось у меня также я не использую никаких чудодейственных удобрений потому что как вы понимаете в Белоруссии тоже купить их невозможно ни Плантофола ни Плантофида ни Мастера у меня нет я пользуюсь простыми удобрениями которые можно купить в магазине конечно мечтаю об каком-то эликсире для своих роз чтобы они у меня были просто великолепием таким но пока то что имеем то имеем вот если что-то непонятно пишите вам в комментариях помогу отвечу как и где я еще покупаю свои розы спасибо вам за внимание до свидания и